Здравствуйте! В эфире программа «В центре внимания» в студии Евгения Монакова. В Амурской области открылся первый профессиональный картодром, точнее работает он пока в тестовом режиме. Надеемся, что открытие торжественное не за горами. На студии сегодня находится директор картинг-центра Денис Носов. Здравствуйте, Денис. Я вас поздравляю искренне, потому что давно, мне кажется, была необходимость, потребность в том, чтобы была трасса для картинга. Ну года четыре мы реализовывали этот проект от публичных слушаний и так далее. То есть это действительно непросто, да? Создавать что-то вот так вот с нуля. Ну, нужно понимание иметь, что мы создавали, но у нас оно полностью было, были и ресурсы, которые, ну, согласовательные, да, нам надо было пройти по трассе, да, и также было у кого проконсультироваться, ну, потому что мы в этом виде спорта уже 23 года. Ну, действительно. А как без трассы при этом? 23 года, а трассы не было, да? Ну, как, как. Раньше соревнования у нас проходили на площади Победы, на площади Ленина по баллонам мы ездили. Это тоже опыт, тоже так нужно было пройти. В Хабаровске они до сих пор ездят по баллонам, во Владивостоке есть трасса премьеринг. Ну, это сильно отличается, насколько я понимаю, профессиональные спортсмеры всегда говорят, что это абсолютно разные истории, да? Домашняя трасса, это домашняя трасса у нас. Вот, что касается асфальта, асфальт лучший на Дальнем Востоке, потому что мы положили именно такой асфальт, как вот лужат БКД, ну, безопасные и качественные дороги у нас на улицах города, и такой же крупнощебенчатый асфальт лежит у нас. То есть, зацеп и скорость хорошие. То есть, в регионе вообще таких трасс нет. Там 480 метров, да, она такая, ну, скажем так, не очень большая, но достаточная для того, чтобы тренироваться. Да, но, как оказалось, сюрприз этой трассы такой, что при одной малейшей ошибке в связке поворотов ты можешь проиграть позицию на круге. То есть, она очень требовательная конкретно к точнейшему прохождению поворотов. Ну, трасса появилась, тем не менее, картина до этого, как вы верно заметили, давно существовала. Желающих хватало? Хватает вообще, чтобы тренироваться? Интерес есть. Есть уже и клубные пилоты у нас, которые занимаются в секции. Секция строится, ну, поэтому у нас и техническое, да, открытие сейчас идет. То есть, можно приходить в сокращенные сейчас часы работы, но вот техническое открытие. Мы все покажем, проконсультируем и так далее. То есть, набор есть постоянный, да? Набор есть и много вариантов развития событий, ну, то есть, в вашей карьере, так скажем. А какие есть варианты? Ну, смотрите, это же комплекс, картинг-центр, да, и у картинг-центра есть определенные, так скажем, продукты. Академия картинга – это больше про профессиональные гонки. Это больше про технику, больше про кружок, как в этом понимании, как это раньше был областной центр технического творчества, где дети, сдаешь туда ребенка, да, и он может и свечку поменять, и колеса накачать, и так далее, да. Ну, и, собственно, и в гонках участвует. Есть любительская серия, это прокатные картинги, там ты уже как любитель можешь участвовать в этой серии. А еще один вариант событий – это если у вас есть картинг, подходящий по техническим требованиям, вы просто в отведенные часы приезжаете, выполняете требования безопасности и занимаетесь с ребенком сами, допустим. Ну, то есть, действительно, все варианты? Была бы любовь, называется, к этому? Абсолютно все, да. Ну, я думаю, потихонечку своя публика соберется, свой чемпионат организуется. И вот, опять же, про чемпионат, вот если любительский обсудить, это национально-российская серия картинга, финал будет в Москве либо в Сочи. Мы подписали с ними договор, да, и, собственно… То есть, те, кто победят здесь, на региональном уровне, поедут в Сочи, как вариант? Ну, надо посмотреть, как организатор объявит, где финальную гонку. То есть, в принципе, все шансы есть. Да, гонки любительские будут проходить в субботу и воскресенье. В субботу юноши, в воскресенье взрослые. Картинги с ограничениями. Почему? Потому что нужно же всем дать возможность покататься. А если вы уже хотите увеличенную мощность, мы вам снимем ограничения. После того, как вы покажете свое хорошее время на круге, я его сейчас поеду, скажем так, зафиксирую. И кто приблизится к этой планке, тот может подать заявку в Российскую Автомобильную Федерацию, получить гоночную лицензию и уже кататься с профессионалами. Перспективы прекрасные. Но я прекрасно понимаю, что чем раньше начал заниматься любым видом спорта, тем перспективы лучше. У вас есть группа детей от 5 лет. Вот сейчас вот это вот. Для меня это, конечно, непостижимо. Каждый раз разговариваю с гонщиками, они понимают, как в 5 лет они могут еще и какой-то результат показывать. И в соревнованиях даже участвовать. У нас есть такие примеры, да? Есть такие примеры, да. Занимаются, им нравится. Каждый ребенок может этим заняться и может достичь своих результатов. Вопрос, наверное, все-таки в дальнейшей карьере, как родители это видят, поддерживают ли они, не поддерживают. Насколько соревнования у нас будут проходить или выездные, или бы такие, да. То есть часто участие в соревнованиях. С тренером, да. То есть, опять же, обсудить многие нюансы. Если вы приходите и вам остался один год в этом возрастной категории, вопрос уже стоит, может быть, как-то переждать этот год. Либо как-то еще, ну, нужно ясно выстраивать свою карьеру с ясными моторами там и ходовками. Ну, во сколько все-таки оптимально начинать? Вот там группа... Ну, оптимально начинать тренировки с пяти лет. То есть, это лучший возраст, да? Конечно. Ну, у меня есть фотография, где я стою на втором месте, а мой друг, который ниже меня, он стоит, собственно, на первом. Но он начал с трех, а я с десяти. Ну, это было еще в двухтысячных годах. Да, когда, ну, как бы, у него гоночная династия такая, да? Ну, фотография такая есть, мы над ней постоянно смеемся. Ну, я боролся изо всех сил, но второе место, и я стоял выше, чем он на первом. Ну, в принципе, ну, опять же, вы тоже своим примером показали, что из десяти-то лет можно начинать и добиться прекрасных результатов. То есть, если действительно сейчас родители понимают, например, что дети, ну, правда, горят автомобилями, этим видом спорта, тем более здесь еще технически подкованы, они становятся. Становятся сто процентов. Вы же всему учите, да? То можно и позже привести. Не будете отказывать, если действительно есть там что-то. Можно и в 16 заняться, можно и в 23. Вообще, вот такое общее ограничение, это 80 лет, наверное, для Академии картинга. Когда у наших партнеров в Москве мы были, они представители как раз данных картингов, смотрел я группу, ну, ничего, мужчины для себя занимаются вполне как бы интересно. Потому что, когда они проезжают и понимают, что они 5 секунд где-то на круге не достают, ну, это огромная пропасть. Дорогие пенсионеры, у вас есть все перспективы, я уже поняла, нужно действительно это направление открывать. Я видела ваши тренировки, это нечто потрясающее, как ребята картингом забивают голы в маленькие ворота, несясь на скорости. Это просто какая-то фантастика. Получилось, мы решили попробовать, получилось. То есть, это такой эксперимент? Так обычно не тренируется? Это нестандартная методика, да. Да? А что вы еще учите такое интересное делать? Ну, пока не было таких, но вот этот момент мы, допустим, зафиксировали и поняли, что, да, то есть он, пилот, во время одного круга он проезжает конусы с одной стороны трассы, пробует торможение и змейку, то есть тем самым тренирует тормоз, а с другой стороны трассы он именно концентрируется на забивании мяча в ворота. И таким образом он испытывает себя, да, и тренируется сразу нескольким элементом за один круг. То есть, несмотря на то, что вы сертифицированный тренер, да, и вроде как это все хорошо знаете, ноу-хау, это вообще часть работы, да? Ну, такое должно быть. Главное, чтобы поймите, что мы с Российской Автомобильной Федерацией работаем, мы когда закончим этот комплекс, он в целом будет настолько разносторонний, что там будет и академия дрифта, автомногоборья, ну, и всех классических автомобильных дисциплин таких, да, уже, чтобы любой мог освоить это, да, попробовать себя, хотя бы попробовать и потренироваться. Ведь у Российской Автомобильной Федерации девиз через мастерство на трассе к безопасности над дорогам. Ох, какой прекрасный Денис. И вы представляете, да, что проехав на карте, вы уже понимаете, ого, так я тут и не могу, собственно, ехать-то, оказывается. Да. А дети, которые с 5 лет уже начали работать, они очень комфортно себя будут чувствовать за рулем. То есть, такой объект, он даст общеположительный результат, я думаю, в течение пары-тройки лет. Конечно, конечно. Денис, ну, это вообще потрясающие цели и задачи, я желаю вам побыстрее уже достроить, открыться, завершить все эти работы. Ну, и удачи ребятам на соревнованиях. Спасибо. Спасибо. Я напоминаю, что сегодня с гостях был Денис Носов, директор картинг-центра. Вы смотрели программу «В центре внимания». До скорой встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова